Поезд Победы вновь прибыл на первую платформу железнодорожного вокзала Хабаровска. Поезд привез выставку о Великой Отечественной войне. Десять вагонов заняли восковые фигуры и экспонаты, которые отражают атмосферу тех лет. Есть поезда, которые показывают какие-то бытовые элементы. То есть есть поезд баня, о том, как это выглядело. Есть поезд военачальников, планы, карты. Чем интересен этот проект? Эффектом погружения в мир и предметный, и эмоциональный того периода тех людей, которые пережили ужасы войны и смогли дожить до победы. Детали эпохи посетители узнают с помощью голосового помощника. Голосовой помощник Лидия из вагона в вагон рассказывает свою историю, экспозицию, погружает нас в то, как это происходило. Технологии позволяют при нажатии кнопки открывания двери автоматически переключить на следующий блок. Поезд Победы простоял в Хабаровске сутки. Поток желающих был больше, чем тех, кто мог войти. Внутрь состава на экскурсию впускали группы по 12-13 человек. Их сопровождали и контролировали процесс юные волонтеры. Мы поступили на первый курс, и нам сказали, что у нас есть такое активное движение «ЩИТ». И сказали, что можно вступить в него. Мы пришли на собрание, нам понравилось. Потом мы узнали о всякой волонтерской деятельности. В прошлом году мы узнали о поезде Победы. И вот второй раз мы уже здесь. Передвижной музей побывал в Хабаровске во второй раз в этом году. Для тех, кто не успел прикоснуться к истории, есть 3D-тур по экспозиции на сайте проекта «Поезд Победы». Полина Овчаренко, Анна Еремцова, Константин Гнётов. Смотри Хабаровск.